Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня с вами вот такая вот яичница. Необычная, с сухариками, еще с плавленым сыром, с сосисками. В общем, получается очень вкусно. И сразу мне в комментариях начали писать, ой, мама уехала, сразу какие-то яичницы, а я что-то не можешь приготовить, что-то нормальное, что-то вкусное. А кто вам сказал, что это невкусно? Немного остыло. Не то, что немного остыло, на самом деле, потому что мы что-то с бабушкой начали болтать о том и сём. Потом позвонил Пайдень. А я такой человек. Мне очень тяжело сказать, что я занята, я не могу. там, не знаю, по работе позвонят во время мукбанка. Мне потом это всё вырезать. Потому что я стесняюсь сказать, что у меня есть дела. Как же вкусно! Я не солила. Кстати, в инстаграме показывала, как я готовлю. Ребят, почему вы считаете, что яичница, это невкусно? Это очень даже вкусно. Я люблю. Ну, просто, знаете, глазок нет. А вот когда в сочетании с сосисками, там, не знаю, какие-то сухарики, сырок, получается кайф. Немного хочу рассказать про состояние моей кожи. У меня наконец-то перестали появляться высыпания. Слава богу. То есть их стало значительно меньше. Но это возможно, что всего временный фактор, пока я принимаю препараты. Поэтому мне надо набрать свою аккумулятивную дозу. Это то есть пропить курсом. Фишка в том, что например, ты попил, все прошло, и ты перестал пить. Здесь так не работает. Обязательно курсом. Ребят, если у вас нету прыщей, знайте, что вы счастливые люди. Особенно, если ты девушка, и у тебя идеальная кожа, поверь мне, полстраны тебе завидует. Но мне не повезло. Сказать, что в последнее время у меня супер сухая кожа, нет. Это будет неправда. Все относительно хорошо. Вроде и высыпание проходит, еще твикс меня поцарапал ужасно. Я еще сегодня для вас снимаю влог, хотя ничего интересного в моей жизни не происходит. Просто обычная моя жизнь. Упорка, там стирка, повесить белье, надо погладить. Долго думала, снимать это все или нет. Поставила опросник, так большинство написали, что да, снимай. Я решила, почему нет. Сниму. Через пару дней приезжает моя мама. Она получила разрешение. То есть у нас там участки. Мы там посадили деревья. В дальнейшем, когда-нибудь, эти деревья будут приносить плоды. Ну, это казалось бы, что просто надо посадить дерево, и оно само по себе вырастет. Я раньше всегда читала, что чтобы дерево выросло, его просто нужно посадить. На самом деле, это не так. Нужно покупать удобрение, а когда участок у тебя большой, ты, естественно, сам это все сделать не можешь. Рабочая сила удобрения обходится в очень кругленькую сумму. Я всегда думала, что 10-15 тысячами можно все это дело сделать, решить этот вопрос, закрыть. Но нет. Всегда всем со стороны кажется, что сельское хозяйство это просто. Ну, это как бы папин новый проект, так скажем. Папа в дальнейшем на пенсии хочет заниматься как раз таки сельским хозяйством. Ну, в крупных масштабах. То же самое, вот у меня был одногруппник. Он хотел купить цыплят, причем очень много. Возможно, даже приобрести инкубатор и потом уже продавать яйца, продавать куриц, закупать бронзеры. И, казалось бы, ну, беспроигрышное дело. Сельское хозяйство, но в очень крупном объеме. Он даже купил участок, точнее, его отец ему помог, и они купили участок за городом, так скажем, небольшое. Все организовали. И парень сам тоже, знаете, такой толковый парень. Вот, но, к сожалению, не получилось. Не получилось в том плане, что постоянно у него эти куры чем-то болели, появлялась какая-то новая болезнь, и в результате они все, к сожалению, умирали. Ммм, обожаю этот йогурт. Вы меня извините, эстеты, но по-другому невозможно. Это такой вкусный йогурт. Он просто нежнейший, ребят. Обожаю. Ох, почти ничего не высыпалось. В общем, у этих птиц тоже постоянно какие-то птичьи болезни. Постоянно они что-то умирают. И, в общем, это все тоже нелегко. Особенно, когда птиц много, появляется какая-то болезнь. Один из птенчиков заболевает, а потом уже и все остальные. Поэтому любой бизнес, это все-таки сложно. Но у кого-то получается. Я однажды наткнулась на страницу косметики. И девушка просто дома продавала косметику. Ну, заказывала с официальных сайтов, бренды которых нету здесь у нас в Азербайджане. Увидела у блогера азербайджанка. А сейчас я смотрю. Недавно чисто наткнулась. Я у перекупчиков никогда не покупаю. Я покупаю все напрямую. Во-первых, потому что в Азербайджане очень много поделок. Во-вторых, потому что так дешевле. Зачем перекупать? Это выгодно, когда ты покупаешь много косметики. Потому что одна доставка стоит 10 долларов. Поэтому надо брать много всего. Так вот. Недавно наткнулась на нее в Инстаграме. Так у нее уже два магазина. Причем в условиях пандемии. Один там в Моле где-то. А другой в городе. Ну, молодец. Просто дома сидела, там перебирала косметику и продавала. А сейчас у человека два магазина. И она такая бизнес-вумен. Я смотрю на таких девушек и восхищаюсь. Думаю, какая же молодец. Правда, я у нее ничего не покупаю. Я такой человек. Я прям ведусь на маркетинг. У нас есть такие, знаете, большие магазины, что-то вроде Эльдобатэ, Эльтуаль. Это у нас Сабина и Идеал. Так как они более распиарены и там чуть-чуть дороже, я все равно иду там покупаю. Ну, не знаю, мне просто инстинктивно. Я им как-то доверяю больше. Во-первых, у них нет подделок. А у нее, знаете как, она прям показывает тюбик, говорит, это оригинал. А потом показывает точно такой же тюбик и говорит, это подделка. Немного меня это напрягает. Где-то неделю я ничего себе не покупаю и, честно, я себя чувствую максимально несчастной. Зашла в магазины там российские Эльтуаль, там всякие там Евьен Сабо косметику посмотрела. Думаю, вот, надо полететь, проведать брата. Что-то выбрала сразу все. Потом посмотрела рейсы. В общем, так получилось, что на самолете с пересадкой в Москве получалось 35 тысяч. Я просто представила, лучшее за 35 тысяч куплю путевку и полечу в Турцию. Ну, нафига Саратов? поездом дешевле. Реально очень дорого. Поездом дешевле. Там буквально 4 тысячи. Но, блин, неохота два дня торчать в поезде. Это не по мне. за эти два дня я не смогу снять видео. А значит, буду максимально неполезна каналу. и давайте попробуем вот этот вот батончик. впервые тестируем. Он лежал в холодильнике, и я так понимаю, что здесь что-то такое интересное. но не очень. Обычно продукция мелко всегда на 5 с плюсом, но здесь исключение. Неплохо, но это то же самое, что круассанчики и круассанчики. У 7 Days есть наподобие, но там 5 штук и упаковки, а здесь одна. И цена одинаковая. Помните, я даже мукмак снимала? Вы знаете, что я начала экономить и не покупать хлам, который мне не нужен. Я себя чувствую максимально несчастной. Как будто у ребенка отняли игрушку. Я все равно захожу на эти сайты, смотрю, что где, сколько стоит и закрываю. В этом плане мне настолько нравится мой парень, он никогда не скажет, зачем тебе оно надо, у тебя миллион помад, зачем? Он всегда поддержит, скажет, купи. Если сердце того хочет, то иди купи. Вот яичница была бомба, просто пушка. На этом все, всех люблю, целую, с вами Лайк и Эмили. Спасибо, что это время провели вместе со мной, а завтра вас ждет влог. Сегодня, скорее всего, больше видео не будет, потому что я решила отдохнуть. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, мне будет безумно приятно. Всех люблю, целую, всем пока.